Приветствую вас. Нужно сказать, что со стрессом не нужно справляться. То есть было бы неплохо, если бы вы написали, что значит для вас справиться со стрессом. Как это вы для себя вообще говоря понимаете? То есть справиться со стрессом это убрать его, например. Справиться со стрессом это подавить его, например. Справиться со стрессом это, например, потому что вы считаете, что его у вас там, к примеру, быть не должно вообще. То есть ну вот вы просто считаете, например, что у вас не должно быть стресса. В принципе, что вы, например, не должны переживать. Вот. Вот это вот такой момент, с него необходимый начат. То есть не всякого сомнения, стресс быть должен, несмотря на все его негативные, так сказать, характеристики. стресс нужен. Для чего? Для того, чтобы вы прочувствовали то, что происходит. Чтобы вы не пропустили этот важный для себя момент. Ведь если вы, допустим, развелись со своим людям, значит на это, видимо, были какие-то причины, на это были какие-то основания, если вы развелись со своим людям. И, соответственно, коли так, коли у вас были какие-то основания для того, чтобы развестись со своим мужем, то, наверное, идеальным вариантом было бы поисследовать, посмотреть, а что же привело к разводу все-таки. Что делал, что сделало ваш работ с мужем, да? А реальным по реальным? Почему он стал реальным? Да, ведь вряд ли просто так. Понимаете? Какая штука. Вот. То есть это вот те аспекты, которые в любом случае нужно поисследовать. И для этого нужен стресс. Это как бы мотивирует вас на то, чтобы что-то поисследовать, на то, чтобы что-то понять, на то, чтобы что-то для себя выявить, пускай даже и неприятное, да? Для этого нужен стресс. Поэтому я не согласен и не считаю, что с ним нужно справляться. Другое дело, другое дело, что вам плохо от того, что происходит. То есть плохо от того, что вы с мужем разводитесь. И здесь можно говорить о травматичности развода, как такового в принципе. Тут можно говорить о том, что развод это... Травматичная история, которая достаточно серьезно и негативно влияет на человека. Вот. И что вам требуется помощь в том, чтобы пережить развод. Это да, это все верно. Помощь в том, чтобы пересечь развод, вам безусловно нужна. Сами вы... Если исправитесь, то очень тяжело и... Могут быть масса негативных-негативных моментов. Поэтому, конечно же, вам нужна поддержка. Поддержка именно в переживании стресса. Но поддержка в переживании стресса, в переживании стресса, это совсем не то же самое, что пережить сам стресс. Я хочу, чтобы вы это поняли. Я хочу, чтобы вы это поняли по возможности максимально хорошо. Хорошо. Потому что в первом случае вы стресс пытаетесь загнать куда-то в глубь себя. Не давая ему, грубо говоря, выходить наружу. А во втором случае вы разрешаете ему существовать. Активно с ним работать. То есть активно с ним взаимодействовать. И пытаетесь понять, с чем он вызван. Как правило, поскольку вы не предоставили о себе информации, как правило, стресс возникает из-за тех перемен, которые появляются в результате, например, того же разговора. Вот. То есть перемены какие-то случаются и человек эти перемены страшат. Особенно если довольно долгое время вышли в браке. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, встречаются такие ситуации, когда человек, например, вообще один никогда не был. И он, вот, боится того, как он будет один, а что он будет делать, там, и так далее. То есть все это довольно такая страшная история. Ну вот. Страшным все это представляется для человека. И вряд ли его можно за это винить. На самом деле. Но, тем не менее. Я бы здесь, конечно, рекомендовал бы, вот, выделить, все-таки, то, чего конкретно вы... А поправьте, что конкретно вызывает у вас наибольший негатив, да? То есть тут, опять же, масса, может быть, причин для этого. Кто-то не готов отпустить своего мужа, кто-то его отпускается, боится, что сам никого не найдет. Вот. То есть очень много есть всевозможных вариантов. Вот. И всех их, конечно, ну, всех, конечно, не пересмотрят сейчас. Вот. То есть нужно... Нужно исследовать, конечно, эти моменты. Вот. Ну, так или иначе. Да. Так или иначе. Надеюсь, что вот она мысль какую-то мою вы поняли. Вот. То есть поняли, что... Исходить нужно именно вот из того, что для вас, значит, развод. И что, грубо говоря, вы теряете при разводе, да? Ну, вот. Вот. Вот это такая очень важная история, если мы хотим, опять же, вам помочь. Вот. Вот. Эээээээээээээ... В целом, в целом, мне кажется, что именно так вам можно ответить на ваш вопрос. И, конечно, лучшее, что вы можете для себя сделать, это обратиться к психологу, который вам подошёл бы, и поработать вместе с психологом по тем вопросам, которые вас волнуют. Это было бы идеально. Потому что, ну, так вы могли бы и помочь получить, и, в общем-то, габать бы не пришлось по поводу того, в чём именно негатив есть того, что вы переживаете. Всё понятно, что это тяжело, это неприятно, это больно, всё понятно. Но, всё равно нужна конкретика, так или раньше, всё равно конкретика, всё равно нужна. Вот. Поэтому, надеюсь, что вы сделаете выводы. Вот. Надеюсь, что вы решите для себя, что хотите конкретно сделать. и после этого уже можно будет вам помочь. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...